Когда нам в молодёжную редакцию принесли ВХС-ку с Ельциным, пьяным дрызг, который ссал там на колесо самолёта. В Кливленде. Вот чекисты. Вот, суки, вот они напоили Борю. Путин, он не царь Мария, не Нептун, который поднимает волну, а что он серфингист. Что волна поднимается, и он на неё становится. Волна, и на ней Путин. Что там русскому кокаин, то немцу вот этот ингибитор. Навальный, конечно, политик. Отравить его, конечно, могли. Я не допускаю мыть, что его могла отравить Лубянка, потому что мне всё-таки хочется верить, что какой-то уровень профессионализма остался. То есть очень многие уехали кукухой, а многие там как бы сделали выводы. Здравствуйте. Сегодня в гостях у программы «Час спик» журналист, писатель, блогер и медиа-менеджер Евгений Додолев. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, да. Я вот сам, поскольку в качестве интервьера выступаю в основном, всегда спрашиваю у гостей, вот как их представлять. Потому что мне так неловко, когда меня называют писателем. У вас столько книг. Их количество, прямо скажем, не переходит в качество. Это журналистские книги. То есть это нельзя, конечно, назвать литературой. Публицистикой. Ну, публицистика, мемуаристика. Мне очень неловко, когда я слышу слово писатель в отношении себя. С другой стороны, у нас есть такая планка, как Алексеевич, которая получила Нобелевскую премию за журналистские труды. Так что, если от нее отталкиваться, то да. Я уже давно-давно не медиа-менеджер. Тоже вот уже лет. С восьмого года, собственно, да. А как бы вы себя представили тогда? Журналист. Я считаю, да, что это вот... Журналист? Лаконично. Это профессия или диагноз? Журналист... Это очень странное, конечно, определение. Меня выбешивает, когда журналистами называют людей совершенно разных профессий. Допустим, ресторанный критик, который там обозревает. Он журналист. Колумнисты у нас тоже журналисты. Я все-таки считаю, что журналист – это человек, который работает в поле. Это вот репортер. Это человек, который вот приезжает на место и оттуда рапортует. Вот это настоящий журналист. Все-таки, согласитесь, это очень разные профессии. Условный, ну, позднор – человек, который сидит и разговаривает с другими людьми в студии. И человек, который едет на, не знаю, броне, баттере, где-то там, и стрит. Это очень разные ремесла. И все это называется одним словом «журналист». Меня всегда это вот озадачивает. Мне кажется, надо каких-то придумать разные дефиниции и обозначать людей, которые трудятся вот на этом поприще, на нашем с вами. Но все-таки очень по-разному трудятся. Ну, слушайте, то есть Алексей Егоров, который гоняет на броневике на канале «Звезда», это журналист. А Владимир Познер, который сидит на стуле и задает каверзные вопросы, уже нет. Нет, я не говорю, что не журналист, но просто это другая профессия. Интервьюер? Да, я просто начинал путь журналистики именно с работы в поле. То есть я в наше время, которого вы не знаете и не можете знать силу возраста, когда не было интернетов ваших, для того, чтобы какую-то минимальную информацию знать, надо было ехать куда-то в какие-то фигеня, в какие-то города, для того, чтобы встретиться с человеком и записать эту информацию, которая сейчас гуглится за несколько секунд. Я вообще сейчас вспоминаю, как вообще вы работали, как существовала профессия. У Довлатова прекрасно описаны вот такие моменты, когда ему приходилось. Да. Да, причем это общение бывало зачастую не очень качественным, и потом приходилось выдумывать все на свете. А вам приходилось выдумывать? О, да, о, да. Я вообще был мистификатор такой. Я не горжусь этим совершенно. Я был, думаю, что очень инфантилин в этом смысле. Я позволял себе какие-то вещи, которые до сих пор иногда всплывают. В частности, в программе «Взгляд». Просто даже не почему это родилось в буфете. Сидели что-то, тыр-пыр разговоры. И что Саддам Хусейн очень похож на Сталина. И тут же родился сюжет. Мы сделали сюжет, что сын Сталина, который, вот Яков, который попал в плен, его освободили англичане из лагеря, потому что он был на английской территории. И переправили враг, который был в зоне влияния. И у него родился сын, и он внук Иосифа Сергеевича Сталина. Саддам Хусейн мы сделали, ну, как бы вот, не монтаж, а фотография. Мы поехали с Саней Дмитраковой, который знаменитый тыфеносец, режиссер взгляды, в Иракское посольство за разъяснениями. Ну, можно представить себе, конечно, да. Все это выдали в эфир. И периодически это всплывает. Я вижу в BBC, что существует такая версия. Мне жутко стыдно, потому что, ну, это вообще, это игра очень серьезными вещами. И даже, ну, не только политическими, но и культурологическими. И сейчас бы я, конечно, не сделала бы. Или были какие-то разговоры про то, что, ну, в Америке, что, ну, как сейчас на Украине говорят, что будут продавать землю иностранцев. И тогда тоже в постперестроечный... Нет, в перестроечное время говорили, что вот мы дойдем на то, что будем продавать землю иностранцам. Мы сделали сюжет, что три вагона земли чернозема проданы, значит, на Запад тоже на вокзале это снимали. Ну, тоже это потом обсуждалось. Какие-то люди писали какие-то письма. Мне вот неловко. Ну, это стеба, это журналистика стеба. Да, но все-таки это был... Или хлеб для РЕН-ТВ. Серьезный такой... Да, все-таки сейчас есть нишевые вещи. Когда мы видим какой-то сюжет на РЕН-ТВ, и мы сразу делаем поправку на это. А это все-таки был гость телерадио СССР, Центральной телевизии. В общем, самая рейтинговая передача смотрели. Все очень серьезно воспринимали. То есть я вот все эти вещи про Гагарина, все эти газетные выдумки, я все это вот очень-очень не горжусь этим. Вы начали говорить о журналистике, вообще об этом понятии, об этой профессии, а блогеры современные. Считаете ли вы их журналистами? Да. Отчасти журналистами, целиком журналистами? Да, абсолютно журналистами. Человек, который... Нет, это, конечно же, блогеры, современные журналисты. А как насчет ответственности? Вот если я правильно понимаю, человек, работающий на телеканале, официально устроенный, он несет ответственность за то, что он несет. А блогеры, если я правильно, опять же понимаю, никакой ответственности не несет? Вы знаете, вот у меня с, допустим, с моим давним очень знакомым и экс-соратником Дмитрием Львовичем Быковым есть очень серьезные расхождения по ряду пунктов. Но в некоторых мы сходимся. Вот он категорически противник анонимности в интернете. Я его поддерживаю, потому что я считаю, что спецслужбы и специально обученные люди, они кого надо, там по IP-адресам, всегда найдут. А вообще то, что люди, действительно, скрываясь под никами, под какими-то аватарками, могут нести все, что угодно, я сейчас даже не говорю об оскорблениях, но обо всяких бросах. То есть я выступаю против анонимности в интернете. Я считаю, что это... Все аватары, они должны раскрываться, если это надо человеку заинтересованному. Если он заинтересован какой-то информацией, он должен понимать, откуда она исходит. Вот в этом смысле я сторонник цензуры, наверное, даже вот такой сетевой. Ну что, что с паспортами теперь заходить в интернет? Нет, если человек постит сиськи и кошечек, то ради бога. Если записи, которые потом тиражируются во взрослой прессе, или имеют какие-то последствия, возбуждаются какие-то дела, или куда-то выходят люди, или производят какие-то действия, то да, я считаю, что с паспортом. Что нужно... Вы можете назвать это с паспортом, но я называю, что это с открытым забралом. Лично у меня никогда не было никаких таких вот теневых аккаунтов. Я всегда везде регистрировался, как я, и всегда нес ответственность за эту фигню, которую я писал, потому что приходилось... Всяко приходилось и ошибаться, и иногда там и фейки тиражировать, потому что иногда информацию расшаришь, потом выясняется, что фейк. Я всегда делаю апдейт, что вот оказалось, что это фейк. Но я не считаю, что стыдливо затирать, удалять пост – это недостоинно. Ну, обосрался, значит, неси ответственность. А хейтерам отвечаете на гадости? Нет, нет, потому что это... Ну, как? Ну, это же, собственно, как бы кормить троллей. Зачем? Люди этим питаются, они ждут. Но я никогда не удаляю, не блокирую, потому что мне... Ты тогда себе поляну, когда вычистишь, что у тебя не будет температуры по больнице. То есть вот вы можете посмотреть, что на ту же самую информацию, абсолютно ту же самую, у разных людей разные комментарии, потому что они зачищают ленту, и там остаются, в общем, часто единомышленники. И у тебя нет, на самом деле, это очень непрофессионально, потому что ты не понимаешь, как на самом деле хотя бы благосфера, хотя бы мы уже сейчас не говорим о там электорате и каких-то широких... Ну, как благосфера реагирует на ту или иную информацию. Вот просто совершенно одинаковый там пост или какое-нибудь сообщение у разных людей вызывает абсолютно разную реакцию. Но тролли... Иногда вы тоже выступаете в роли тролля во время своих интервью и программ, и раньше уж тем более. Вообще, в принципе, то, что вы рассказывали про Саддама Хусейна и Вагона, это тоже троллинг в каком-то смысле. Да, конечно, такого термина не было, но жанр этот был, он мне нравился. Мне никогда... Я никогда не занимался политикой, и мне всегда была чужда вот эта политическая журналистика. Хотя... Ну, взгляд... Да, но я вам могу сказать, что взгляд, да, это была, конечно, политическая программа, но дело в том, что я не знаю, как ведущий взгляд. Я себя ведущим взглядом не считаю, я там, ну, был на соведение приглашен там, ну, может быть, 8-10 раз. То есть я не могу назвать себя ведущим взглядом. Не знаю, как ведущие взгляды и как обозреватели, но не только я, но и многие другие, мы были, на самом деле, просто такими марионетками в руках очень опытных кукловодов, таких как, там, и Эдуард Сагалаев, и Александр Пономарев. Вот, и я, собственно, вообще не понял, как я, который человек, который никогда не был в комсомоле, который, там, имел опыт, там, уголовного преследования, там... 77-й. Да, там сидел в Лефорте, в Матросе, как меня вообще, там, пустили на телевидение, в прямой эфир. Мне казалось, что это вот как-то, ну, не может быть, потому что система разваливалась. У нас красивые глаза же, очевидно. Нет, я думаю, что люди вот видели, что вот... Ведь очень ведутся, на самом деле, публика, зрители очень ведутся на искренность. Я помню в тот год, когда Андрей Державин, музыкант, популярный в ту пору, был приглашен в коллектив «Машины времени», популярный в ту пору в качестве клавишника. Мы сидели на Кинотавре, там, большая какая-то компания, и тогда гремел «Руки вверх» был такой коллектив, который, там, трех... Это же популярный в то время был. Да, два притопа. Я говорю, блин, ну, Андрей, ну, объясни, ну, как вот это, вот эти три аккорда, и это вот, почему вот эта популярность, почему горят глаза? Ну, это же не... Он говорит, они искренне. Вот есть это хорошее русское слово «месседж». Вот они вот что-то несут. И люди очень ведутся на этом. Поскольку я был таким совершенно болваном из космоса, то есть я все, что я говорил, я очень в это верил. И я так понимаю, что, смотри, вот этот парень годится, надо его двигать. Сделаем его ведущим, потому что он несет как раз то, что надо нести на данном этапе. И мне, конечно, немножко обидно, что вот меня в темную использовали. Не то, что я считаю... Вот сейчас много разговоров, что мы разрушили там Советский Союз, что журналисты разрушили, что это нельзя было делать. Надо было. Эту систему, ее надо было демонтировать. Вы чувствуете ответственность за разрушение Советского Союза? Ну, хотя бы минимально. Мне обидно, что я не понимал, в чьих интересах я действую, но я считаю, что эта система на тот момент она уже не была жизнеспособна. что Советский Союз все равно бы так или иначе бы рухнул. И, может быть, рухнул с какими-то другими последствиями. Может быть, больше был бы крови. Поэтому вот этот демонтаж... То есть, в 91-м год это благо? Тоже так вот я не могу сказать, потому что здесь, знаете, с водой выплеснули ребенка. То есть, как-то это надо было сделать по-другому. Я, кстати, сторонник теории заговоров. Я считаю, что это в известной степени делалось и при помощи западных спецслужб. Но там тоже никто не хотел такого резкого коллапса, потому что все-таки иметь дело с партнером предсказуемо. Это не то же самое, что с 15 какими-то контрагентами, от которых не знаешь, что ожидать. Ну, учитывая, что мы... Ядерный потенциал, которым обладал Советский Союз. Мне, во всяком случае, серьезные люди из-за океана говорили, что для них это было неожиданностью и такой стрём. Был такой Джордж Крымский. Он, по-моему, что-то ассоциирует прессу. Я думаю, что шпион на самом деле. Он такой журналист, но журналист-шпион. Когда меня на стажировку в New York Times Company пригласили в 93-м году, он говорил, что там вот ты не думай, Юджин, что мы так рады и счастливы, что это потому, что фиг теперь что от вас ждать. Вообще непонятно. Поэтому мы бы хотели, чтобы там вот как-то было так или иначе, чтобы влияния не было в Африке, в Азии, у Советского Союза. Немножечко вас, так сказать, загнать какие-то в рамки. Но вот никто не хотел вот такого резкого обрушения. Они тоже не были готовы. Я ему верю, что он представлял интересы какого-то микросоциума, американского, медийного, достаточно влиятельного. Но вы в 91-м году наверняка поддерживали. Борис Николаевич, вы ходили на эти митинги бесконечные, вели беседы на кухне за сигаретами. На кухнях вели беседы, на митинги я не ходил никогда. К Белому дому я тоже не ездил не из соображений там страха или не из соображений того, что я не был солидарен, а просто из лени. Я просто прилетел в 19 августа 91-го года в 5 утра из Болгарии. Вот. И меня... Солнечные варны из курорта какого-нибудь? Да, там какой-то дом журналистов или что-то такое-то. Ну, тот и тот еще такой вот советский. И меня в 7 утра разбудил Франсуа Моро. Это очень известный такой, был в ту пору французский журналист, мой соавтор. Юлиан Семенов нас с ним познакомил. Он говорит, у вас переворот? Я говорю, какой переворот? Что? О чем ты? Он говорит, вот у вас переворот, ты можешь что-нибудь дать нам? Он жал в БСД. Это как гонек у них был пятница, суббота, воскресенье. Я говорю, да никакого переворота нет. Ты вообще, что ты там не читай советских газет? Говорю я и слышу такой шум. Выхожу на балкон и вижу колонну БТР. То есть я узнал вот из Франции. Потом я когда понял, что там есть процесс, что ребята там работают, все, я думаю, что я поеду, что от меня станет как бы там кому-то спокойнее от того, что я там. В любом случае, симпатии же были на его стороне. Безусловно. Нет, там я вот сейчас очень многому молодняку рассказываю, когда вот они не верят каким-то очевидным вещам, вот выкладывают вещи какой-то, ну, условно говоря, компромат на кого-нибудь из вождей оппозиции. Они не верят. Я вспоминаю, что когда нам в молодежную редакцию принесли ВХС-ку с Ельциным пьяным дрызг, который ссал там на колесо самолета. К Ливленде. Я даже не помню, где. Вот. И мы смотрели вот в аппаратный, я сейчас, как помню, Ваня Демидов, режиссер, курить можно было не то, что в останки, в аппаратных. Он стоял, курил в проходе. Мы смотрели Листьев, мы смотрели так на это и молчили, ну, какие суки, вот чекисты, вот суки, вот они напоили Борю, вот подмешали ему какой-то херни, вот довели такого состояния, сняли. То есть ни у кого даже не было мысли, что реально Борис Николаевич мог вот так вот надраться и так себя вести. То, что это была провокация, в чистом виде, мы не сомневались. Сейчас мне, опять же, немножечко стыдно, что я вот такой был, ну, вот, однобокий. Там проблема в несовершенстве самолета, там просто в самолете не было туалета, и он не досеркнул. Ну, какие-то объяснения всегда находились, хотя сейчас я, конечно, понимаю, что Борис Николаевич при всей его харизме, при всем, в общем-то, титаническом масштабе фигуры, он, конечно, человек, который действовал в своих персональных интересах. То есть, это вражда была с Горби, с Михаилом Сергеевичем Горбачевым за власть, и пофигу ему была там и свобода, и демократия, и гласность. Человек вот делал вот свою работу. Это тоже надо было вот мне понимать, хотя я вот в тот момент, да, был абсолютно сторонником Ельцина. Когда вы поменяли свои взгляды, что послужило триггером для этого? Это было не вот так вот, эволюционно, это было эволюционно, это было... Я поменял, прежде всего, взгляды на профессию, а жутко был разочарован в Америке, в американской мечте, в американской журналистике. Вернувшись с стажировки? Приехав туда. А, да. Приехав туда, потому что я приехал туда в 93-й год, и меня послали в... Эта газета такая, пресс-демократ, это в Калифорнии, издание, которое принадлежит New York Times Company. Но как бы не New York Times, а вот их какой-то, ну, типа филиал. Очень строго сориентированный был на штаб-квартиру, и как раз я приехал в сентябре туда, а в октябре начались вот события, известные октябрьские события 93-го года. И у них на первой полосе идет огромная фотография, где из Белого дома выходят с флагами Кирсана Лемжинов, Памуаушев и еще какие-то люди. Такая очень известная фотография. И я говорю, вы знаете, я очень хорошо знаю вот этого человека, поскольку с Кирсаном Николаевичем Лемжиновым мы были знакомы. Говорю, давайте, сейчас я ему позвоню, и мы, у нас будет вот просто эксклюзив. Они говорят, не надо. Я говорю, не, не, вы не поняли, может быть, я плохо говорю по-английски, я говорю, low-anglish skills, я можем сейчас получить, вот у вас на фронт-пейдж идет фотографий, человек, мы можем получить его комментарий. Он говорит, мы уже вот знаем, в каком ключе надо подавать, а что он скажет, мы не знаем. И для меня это было, ну просто мне казалось, что вы что вообще, вы кто, вы вообще где? вот, я подумал, что может это вот просто конкретный ведущий редактор, как-то и начал там вот этому куратору, Джорджу Крымскому, жаловаться, он говорит, ну Евгений, так как-то вот, не надо быть бойскаутом, надо быть вот взрослым человеком. Я понял, что цензуры там нет, в основном, что тогда не было, но вот был вот этот жесткий внутренний цензор, то есть люди прекрасно понимали, какая есть вот линия партии и правительства, ну условно говоря, и очень исследовали, меня это очень сильно разочаровал. Ну и потом был вот целый сериал таких разочарований, обломов, и как-то вот вернулся я другим человеком. У Арк Твена есть хорошая фраза по этому поводу. Милостью Божьей в нашей стране мы имеем три драгоценных блага. Свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни тем, ни дружием. Да, я знаю, но это каждый раз радует. Слушайте, а у нас сейчас такая же ситуация, как вы думаете? Или не в благоразумии дело? В смысле? В России, вот в современной российской журналистике есть у нас свобода слова, есть у нас свобода совести. Нет, у нас, нет, свобода совести, это все-таки надо какую-то дефиницию развернутую делать. Свобода слова, конечно, нет. Потому что, ну, во-первых... То есть мы не благоразумием ограничиваем ее, да? Думаю, что даже в благосфере ее нет в том объеме, в котором хотелось бы. Ну, во-первых, допустим, даже в изданиях, которые не являются государственными, я про крупные федеральные каналы вообще не говорю. это, кстати, там понятно, что там повестка, она должна как-то согласовываться. С администрацией президента? Вот на самом деле это очень удивительная вещь. У меня среди моих знакомых есть один человек, не хочу называть его фамилию, вот он относится к категории тех, кого в сети называют пропагандоном. То есть вот человек, который, как считается, он полностью работает на агитпроп на Кремлевский. И у него крайне, в общем, такая репутация в нашей среде профессиональная и негативная. И я ему верю, потому что мы иногда как-то собираемся. Он говорит, что на самом деле та же ситуация, немножечко была у меня в 80-е. Ему установок не дают, но если человек гонит то, что надо, его как бы двигают. Но ему перед эфиром говорят, так, значит, вот там, ну, условно говоря, Навального мочим, Хабаровска не существует. Нет. Человеку просто говорят, вот тема такая, а оценок не идут, потому что понимают, что он и так... Возможно, это сейчас происходит, потому что при том же сетях этот человек выходит там в Фейсбук, говорит, мне только что там звонили из АПшечки и сказали там то-то-то. Может быть, вот этот риск существует. Почему не говорят? Но установок действительно не дают. Может быть, кому-то дают. Может быть, там наверняка люди приезжают и им как-то что-то там объясняют, как надо и чего не надо. Но вот в конкретном случае, я думаю, что это не единичный случай, что это, в общем-то, система. Это вот так вот регулируется. То есть эти методички кремлевские, это все какая-то, да... Нет, наверное, они есть, но... Вы их не видели? Я их точно не видел, но мне не покажут. Хотели бы посмотреть? Нет, это было полюбопытно. Нет, естественно, любопытно. Меня, знаете, меня всегда удивляет, когда кто-нибудь говорит, я бы никогда с этим человеком не стал бы говорить, потому что он там такой... Я вообще считаю, что в нашей профессии мы всегда должны... Вот мне было бы любопытно с любым человеком значимым, вот пусть он там негодяй, ну, просто отсканировать его, побеседовать и понять, вот какое на самом деле... Потому что я очень верю... Я не верю во все эти зумы, скайпы и прочее, вот я очень верю в общение такое тет-а-тет, буквально. И вот совершенно недавно я общался с Сальманом Пашаевым, который адвокат Михаила Ефремова, и он вот мне представился таким клоуном совершенно, и вообще человеком, ну, что вообще он несет там про марсиан, которые управляли автомобилем там, машина ехал сам, вот эти... Я с ним получился, я понял, что он очень обаятельный, я понял, почему вот он адвокат, он очень обаятельный. Вот это вот кавказское обаяние, это человек, который может уболтать и может... Крутиться, как уж на сковородке, я посмотрел. В нем что-то есть, то есть вот... Я на экране это не видел, когда смотрел сюжеты, какие-то интервью, я вот это не почувствовал. В личном общении я почувствовал и понял, за счет чего он что-то там... Вот он может нравиться. Поэтому я считаю... Это мы ушли, как-то разговаривали, от медали. Я думаю, что мне методички не показывают, именно потому, что меня там с какого-то момента очень надо перестали вербовать. Потому что в советские времена всех журналистов, ну, всех, которые хоть что-то там где-то... Близи их тут же вербовали. Если он какой-то видный журналист той эпохи советской, ну, я только про позднее могу говорить, но думаю, что это распространяется на большой период. Говорит, что его не вербовали, значит, он вербован и успешно до сих пор работает. И меня перестали вербовать, как только, что я болтун, что вот они со мной поговорили, а я на завтра вот про это все и рассказал. И поняли, что, в общем, лучше с этими не связываться. Вы сейчас говорили про то, что у любого бы взяли, у любого негодяя, даже если бы он был значимым. А откуда у вас такой интерес к негодяям? Вот я, например, прочитал, меня это, например, поразило. Вы подписали письмо в защиту Ильича Рамиреса Санчеса. Ну, это же террорюга. Ну, а что значит террорюга? Ну, простите, что значит? Ну, это организатор террористических актов. Человек, ответственный за гибель множества людей. А этот человек, вы знаете, во-первых, руководитель любого государства, он, допустим, ответственный за гибель множества людей. Любой полководец, он обрекает на гибель совершенно вот там мальчишек, солдат. Поэтому здесь тоже, знаете, как вот украл батон колбасы, ты вор, украл миллиард долларов, ты игрок. Там, олигарх и прочее. В данном случае, если мы говорим о Кайлосе, мне кажется, что это человек-идея. Их очень мало осталось. Человек несистемный. Вот у него есть какая-то идея? Да, она вот там, условно говоря, кровавая. Ну, у него были опции социализоваться и вот войти в систему, то есть вот отказаться от каких-то вещей. Он это не сделал. Поэтому я бы даже Владимира Ильича Ленина, абсолютно, человек в гораздо большей степени террориста, чем Санчис, подписал бы письмо, потому что он тоже был идейный. Вот. Иосиф Висеоныч Сталин, я представлю, что у меня сейчас полетит отряд зрителей, он идейным не был, он был журналистом. Потому что он сам писал, и он менял дискурс. Вот он очень четко понимал, что теперь надо так, теперь надо скорректировать, теперь мы это, теперь у нас золотые погоны, хотя до этого были золотопогонники. Вот он очень в этом смысле понимал, что дискурс надо менять. Система наша рухнула именно потому, что все его последователи, Хрущев, Брежнев, они не были журналистами, они не могли писать, они дискурс не меняли, дискурс остался сталинским, вот это вот марксизм-ленинизм, там это Третий мир, там это, а жизнь-то уже поменялась, уже дубленки, андаторовые шапки, видеомагнитофоны, жвачка, рок-н-ролл и Голливуд, все это есть. А дискурс тот же, надо было корректировать, потому что возник вот этот ужасный разрыв, вот это ханжество, когда люди жили одной жизнью, а декларировали совершенно другое, вот не менялся вот этот дискурс, и поэтому власть стала смешна в какой-то момент, а власть не может быть смешна, когда она становится смешной, все, она обречена. Вот, Иосиф Виссарионович, вот он корректировал это, вот он очень ведь отошел от тех установок, с которыми принял страну, идеологических, в том числе, очень серьезно, он маневрировал, он хотел стать частью... Чтобы социализм в отдельно взятой стране строить. Ну да, он на самом деле очень хотел быть кооптирован в мировой социум, он понимал, что невозможно жить в изоляции. А Владимир Владимирович вы считаете журналистом? Владимир Владимирович точно не блогер. То, что он, если верит тому, что говорят, не ходит в интернет, это его не лучшим образом показывает. Потому что про Дмитрия Анатольевича Дедева я слышал во всяком случае, что он сам способен был открыть гаджет, что-то погуглить и хотя бы прочитать, что он Димон. В руках с телефоном мы делим много раз. Да, это не то же самое, что получать подготовленные листочки бумаги, где тебе объясняют, что и как. То есть вот фильтры есть у всякого человека, то есть более-менее значимы, вокруг него вырастает вот эта вот стена из адептов, консультантов, советников и специально обученных людей. он, конечно, в этом смысле, он не блогер, но, конечно, он журналист, потому что мюнхенская речь это смена дискурса. Ведь вначале он как бы четко, совершенно считал, что надо договариваться. Но просто он, когда понял, что партнеры обманывают, он просто кидает, что когда ты договариваешься, ты там даешь коридор, даешь добро на производство героина в Афганистане партнерам, это все. А тебя кидают и обманывают, он понял, что надо менять дискусс. Да, и поменял его, и очень многие сразу, как только после Мюнхена, я так получил, что был по лицензионным делам, я работал на олигархе Родионова, издательский дом Родионова, был такой журнал «Профиль», журнал «Карьера», и он был очень удержим с сбором разных лицензий, FHM, там, бизнес-вык, X-X-X-X-X-X-X-X-X-X не лицензионный был, это было как раз родное детище. Вот, и он все время скупал, скупал все эти издания, я, значит, вот как подорванный ездил в город Лондонск на эти переговоры, и там я с таким серьезными людьми из издательского дела говорил, и они говорят, ну все, теперь вот вообще все поменялось, теперь начнутся вот тяжелые времена, я говорю, да ладно, он там, типа ему кандализа райс позвонит, и он все сделает, это просто для внутреннего рынка, это вот гони, вот так, для того, чтобы вот, как бы вот, люди считали, что он, не-не-не, они говорят, это вот, это вот совсем-совсем серьезно, и теперь все поменялось, теперь вообще вот парадигма совершенно, и я потом, вот, постфактум, понял, да, что они были смышление, чем я, или информирование, то, что они поняли, что вот сменилось, и теперь вот будет так. Мне иногда кажется, что Владимир Владимирович, что он на самом деле сиборит, что ему, там, не знаю, на Харлей, на каком-нибудь гонять, там, не знаю, с гимнастками, там, это, то есть, нырять, там, летать, но что жизнь заставляет, вот, принимать такие-таки решения. 2020 год, тяжелый дискурс, не пора менять? Я думаю, что пора менять, его пора менять и в повестке внутренней, и, конечно, как-то надо определяться вот в плане того, там, играем мы, вот, там, во все эти, вот, общие игры, там, с коронавирусом или с этим, или у нас, там, какой-то свой путь, там, как у Лукашенко. Я удивляюсь, я думаю, почему никому не пришло в голову сказать, что, Лукашенко на кат, потому что он провел парад 9 мая. Я вообще масочный режим не поддерживал, что он в этом никому в голову пока не пришло. Я думаю, что пора менять, я думаю, что да. Знаете, один, вот, не помню, кто ты, опять же, из адвокатов, я с очень многими как-то общаюсь, кто-то мне рассказал такую, не байку, а не кто-то, который я при каждом случае воспроизвожу, что вот после Крыма, после крымской инициативы, говорят, ну, что ж вообще Путин с Рабиновичем не посоветовался? Я говорю, с каким Рабиновичем? Ну, хоть с каким-нибудь! Мне кажется, что не хватает, вот, может быть, каких-то советчиков президенту, которые не просто дуют ему в уши, а имеют альтернативный взгляд. Свита делает короля. Да, это да. Это вот, когда мне все время объясняют, что это, знаете, там, одна звезда ТНТ не приехала на прямой эфир, и потом говорит, это у меня просек как бы облажался. Я говорю, что свита делает хорошо. Что это за объяснение, когда просек, там, не знаю, секретарь, водитель не доехал. Это все не объяснение. Я думаю, что да. И, возможно, это произойдет. Я не удивлюсь, если будут какие-то резкие подвижки, потому что ну, вот, есть что-то такое в атмосфере. В воздухе, да? ожидание грозы. Душно, вот, душно, значит, будет, будет дождь. А вот как раз у меня есть вопрос об этом. Это, оно действительно есть или его нагнетают? Есть, конечно, есть. Ну, вы смотрите, во-первых, что делается в принципе, вот, ну, в мире. Вот эти все, все движения, там, жизни черных имеют значение. Это же, я не верю, что это стихийно в таких масштабах может произойти. И если бы мне кто-то, не знаю, 10 лет назад сказал, что там будут негром, я это слово употребляю, потому что оно для моего поколения не имеет унижительной какой-то коннотации. Ну, чернокожий там, или там, афроамериканец, вообще глупо говорить, потому что не каждый чернокожий он афроамериканец, прямо так скажем. И не каждый афроамериканец чернокожий, вот, ну, там вот будут, не знаю, там, сапоги там целовать. Что люди будут в масках ходить повально во всем мире, что будут людей наказывать за то, что они там масочный режим не соблюдают. Там, в ряде страны, это очень серьезно. У нас как-то такой пофигизм наш национальный. Это вас просто в метро не штрафовали еще без маски. А штрафуют прям по-настоящему? Ну, меня пытались. Ну, мне знакомый из Испании написал, что его поймали в Лимонной Роще и оштрафовали. Где он был один, просто вообще гулял. То есть, нет, я понимаю, что какие-то метро, там метро, там магазин, лифт, самолет. Но вот эти, что это так быстро произойдет, ну, согласитесь, кто из нас мог предположить в феврале месяце, что там через пару месяцев люди будут сидеть по домам, не выходить на улицу, не иметь права выходить на улицу, что будет дискриминация в отношении там нескольких категорий людей. Там людям старше 65-ти вообще до сих пор, по-моему, не позволяют в области. Не, ну, что это вообще такое? То есть, это, ну, и что, что это так быстро люди примут? И так, мир же поменялся буквально за несколько месяцев. То есть, очень многие уехали кукухой, а многие там как бы сделали выводы, поэтому я думаю, что этот угод, он, к сожалению, еще не кончился, и может произойти все, что угодно. перед нашим интервью читал шутку в интернете. Навального отравили для того, чтобы скрыть протесты в Белоруссии, которые создали для того, чтобы скрыть протесты в Хабаровске, которые создали для того, чтобы скрыть мнение окружающего по поводу конституционной реформы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И к чему мы придем, я даже не знаю. Ну, слушайте, это конспирологическая теория, мне кажется. Я знаю, что вы их любите. Сами же сказали. К чему это все? Вот если же прям по конспирологически брать, вот к чему нас готовишь? У нас всех посадят, цак наденут и радуйся? Ну, я думаю, потому что на самом деле здесь вот такая ситуация сейчас назрела, что там мировые элиты понимают, что нужны как-то реформировать вообще мировой социум. Вот. Что так вот дальше продолжаться не может. И я, кстати, вполне там серьезно отношусь ко всяким этим теориям насчет там чипирования, вакцинирования. То есть я этого не исключаю. Почему нет? Вообще не надо исключать любую теорию, какой бы она абсурдной изначально ни казалась, ее надо изучать самому. Вот там как-то со специалистами беседовать, как-то не просто гуглить. Потому что это вот из моих любимых тоже есть. То, что по интернету ходит, нельзя верить тому, что написано в интернете «Вэй и Ленин». Синий, да, да. И тоже вот вы упоминали Иосифа Виссарионовича Сталина. Я, вы знаете, на моих глазах вот сейчас переписана там вот, допустим, история перестроечного телевидения, допустим, которое я имел отношение и наблюдал. Она сейчас там вот совершенно полностью переписана. Я думаю, блин, если вот сейчас на моих глазах переписывается то, что я знаю, как я могу быть уверенным, кто там, кто такой был Сталин. Может, он был голубоглазый, был один на единороге, который рассекал все остальное. То есть не знаю, не знаю ни про Македонского, ни про Наполеона. То есть готов воспринимать любую версию и рассматривать. То есть не буду удивлен. Но мне кажется, что вот ощущения такие, что что-то в этом году произойдет, и не факт, что хорошее. Еще продолжим немножко тема о политиках и журналистах. Есть у нас один. Сейчас нисходящий со всех экранов, я не знаю, газет, скорее экранов смартфонов, а не телевизионных, Алексей Навальный. Во-первых, как вы думаете, его отравили или нет? И если уж вы думаете, что его отравили, то кто именно? И во-вторых, считаете вы его больше политиком или журналистом? Нет, он, конечно, политик. Он то, что я называю словом игрок, потому что сейчас, если в советское время журналисты были обслуживающими персоналами, и среди них не было политиков, то как раз именно в перестройку очень многие журналисты в политику и пришли. Вот депутаты, ряд взглядов, они просто были депутатами, могли бы стать серьезными на этом поле депутатском, парламентском игроками, если бы не были совсем-совсем журналистами. Навальный, конечно, политик. Отравить его, конечно, могли. Я не допускаю мыть, что его могла отравить Лубянка, потому что мне все-таки хочется верить, что какой-то уровень профессионализма остался, что если бы эти люди хотели чего-то сделать, я не знаю, сердечный приступ, ДТП или что угодно, то было бы исполнено. То есть если бы его отравили, то отравили бы. Отравить его могли, мало ли, он очень многим насолил, в том числе людям, которые являются близкими людьми к нашему президенту. Мой опыт пока журналистский, что убивают людей, как чаще журналистов, не за то, что было сделано не в качестве мести, а превентивно, чтобы... Мне. Да, вот, здесь поэтому надо посмотреть, какие у него в разработке сейчас были материалы, на чем он работал. Могли отравить вполне, я вот то, что говорят, что там это вот, что это ингибиторы, что это кокаин, бла-бла-бла. Ну, может быть и так, но не знаю, время покажет. То есть я готов допустить, что его отравили. И я одно знаю только, что когда я в 2012 году пытался пригласить Алексея Навального на интервью, он отказался. Он сказал, что он вступает в коммуникацию только тем людям, которых он знает. Вот это меня, как бы, насторожило. Потому что, допустим, вот вы же меня пригласили на беседу, я спрашиваю, о чем мы будем разговаривать, какие будут темы. Я считаю, что если человек вот себя позиционирует как журналист и политик, или журналист, или политик, он должен смело идти куда угодно, даже там к человеку, который он считает априори к нему недоброжелательно настроенным, он должен был готов отразить и там обыграть или сразиться. Поэтому к Навальному у меня вот как бы, ну, есть вопросы, так скажем. В разных статьях о вас пишут как о человеке, который ввел именно в советской журналистике термин четвертая власть. Не вам принадлежит, безусловно. Но меня интересует этот момент. Журналистика это четвертая ветвь власти? Точнее, не так. Считаете ли, что журналистика должна быть четвертой ветвью власти или нет? Ну, поскольку я себя отношу к этому цеху, то, конечно, я считаю, что должна. Она точно была таковой в позднее советское время, когда вот начала рушиться система, когда вот по выражению Константина Львовича и Арнстана стены рухнули и можно было войти в телек. Еще сохранялась вот эта инерция, во-первых, респект к печатному слову. Считалось, что если что-то написано в газете, ну, значит, вот так тому и быть. В результате в одной какой-то заметке увольняли, в моей памяти, заместителя министра. Снимали каких-то людей. То есть это было очень действие. То есть это реально было четвертой власти. Потом, в какой-то момент, когда были эти олигархические войны Гусинского с Березовскими и вот эти и прочие, очень реноме профессии упало очень низко. То есть деньги зарабатывались очень большие. Респект, ну, то есть вот обратно, пропорциально зарабатываем деньгам, уважение к профессии упало. А сейчас, я думаю, что в этом 20-м году мы вновь доказали, что мы вот власти можем, потому что, собственно, именно медиаинструментами вообще всему человечеству там внушили ряд идей, связанных с этим коронавирусом. Я не говорю, что этого вируса нет. Это тяжелая болезнь. Перечься, конечно, надо, но меры, которые были приняты и принимаются до сих пор, они неадекватны этому заболеванию. И ни один авторитетный вирусолог, эпидемиолог, то есть человек из этой сферы, которая называется, ни один вам не скажет обратное. У нас часто там рентгенологов, там стоматологов каких-то врачей подключают. Но тоже это не врачи в основном говорят, а чиновники. Знаете, я когда готовился, я нашел у Бертрана Рассела хорошую фразу. Свобода мнения может существовать только тогда, когда правительство уверено в собственной безопасности. При Ельцине правительство менялось очень много раз. Но свобода слова была огромная. Значит, они чувствовали себя безопаснее, чем те, кто сидит у власти уже так долго? На самом деле, что мы называем свободой слова? Мы говорим только о политических аспектах, потому что при Ельцине, допустим, гораздо больше можно было говорить там на тему... Во-первых, лексический диапазон был гораздо больше. Во-вторых, там были какие-то сюжеты, которые сейчас будут расценены как порнография. Дело в том, что мы... Я, конечно, понимаю, что очень привлекательная идея собственного пути, что Россия, так сказать, что там русскому кокаин, то немцу вот этот ингибитор там или что-то. То есть вот... Но на самом деле мы не можем существовать вне контекста мирового. И это глобальные тенденции. Глобальные тенденции вообще цензуры, ужесточения каких-то требований, в том числе и морального плана. Мы встроены в мировую систему, в том числе и... Если мы говорим о нашей профессии, мы не можем идти своим путем. Там... Ну, нельзя там, условно говоря, там соски показывать сейчас. Я помню время в Мельцинске, когда можно было показывать там все места. Я не говорю, что там это было плохо или наоборот, что это было хорошо. Просто, мне кажется, надо учитывать контекст. Свобода слова меньше не только в России, ее меньше в отрасли. Где-то ее там нет совсем. Как говорят, там в Китае, или если мы берем какие-то восточные страны. Но зайдите на форум любого западного крупного издания. И удивительное дело, что эта картина очень напоминает кухонные разговоры советские. Что когда есть какая-то установка у издания, который ее транслирует, и с каким скепсисом читатели комментируют тот или иной тезис. Это очень напоминает вот это недоверие к прессе. Потому что, конечно, если что-то писалось в советской прессе, то тут же делался вывод. Ну, условно говоря, если журнал здоровья писал, что клизму надо делать раз в месяц, то вывод делается, что делать каждый день или не делать никогда. то точно не раз в месяц. То есть вот такое было отношение. Сейчас я наблюдаю. Вот эти же процессы в западной... Очень-очень поменялись представление о свободе слова на Западе. Слушайте, а может журналистика вообще уже как жанр, вот это вот привычное нам телевидение, все эти СМИ, они, может, уже ей не нужны? Зачем? Есть соцсети, где все все обсуждают? Есть вот эти вот твиттеры бесконечные? Нет, журналистика точно нужна, допустим, один или два федеральных канала, федеральных, общенациональных, это в наших федеральных, общенациональных, если мы говорим о это, они, как раз, если возвращаясь к вопросу о дискурсе, потому что правительство, власть, она должна всегда как бы доносить, какой у нас дискурс. Типа у нас сейчас война, или у нас сейчас мир. у нас сейчас эпидемия, сейчас у нас закрома Родины, то есть он должен доносить, то есть такой канал, конечно, должен быть. Вот посмотрите, допустим, когда транслируется там речь новогодние президенты, или там какой-нибудь парад, или закрытие Олимпиады, транслируется по по нескольким каналам. и доля, ну то, что рейтинг всегда на первом канале больше, хотя это тоже самое зрелище, то есть условно говоря, все равно какую кнопку включить, чтобы увидеть это горячий факт, это просто одна и та же картинка. Почему? Потому что у людей есть представление о том, что существует некое державное послание. К нему можно относиться скепсисом, можно ненавидеть, но типа надо знать чего они там думают про то, что сейчас происходит. Знать это надо, поэтому конечно как минимум один такой федеральный канал просто необходим, потому что мы должны знать, ага, значит теперь они считают, что у нас вот зима настала. На самом деле тепло, но сказали, что зима надо, значит, на всякий случай купить онты и лыжи. И быть готовым, потому что говорят же. Ну и напоследок вопрос, вы обмолвились сами, что неплохо бы нашему президенту советника, ну может быть Николай Минович, но если вас назначили таким советником, по делам прессы, СМИ и так далее, какие бы советы сами основные вы могли бы дать? Никогда бы не взялся во-первых за такую работу, потому что в принципе я сам себе это не доверяю, то есть я все время для этого есть специальный человек, у меня жена есть, я говорю, как ты думаешь, а вот это так или так, и вот думаю все время. Но, конечно, я считаю, что ошибка власти, там, АПшечки, это то, что они в принципе переоценивают роли печатного слова и благосферы, и в принципе значимость людей нашего профессии, у меня складывается впечатление, что страна, она развивается как-то по каким-то своим законам. Мне кажется, что иногда, мне кажется, что Путин, он не царь Мария, не Нептун, который поднимает волну, а что он серфингист, что волна поднимается, и он на нее становится. благосферы, и общение все равно картинка, картинка, про которую мы говорим, картинка все равно волна, и на ней Путин. Прекрасно, спасибо вам большое, было очень интересно знать ваше мнение. Сегодня в гостях у программы Час Пик был настоящий журналист Евгений Донорев. Продолжение следует...